И в самой посредней части пламени, во внешней, мы можем наблюдать окончательный распад горючего, и при этом мы масочем углекислый газ и воду. Естественно, в этой части пламени у нас будет наивысшая температура. Спечки детям не игрушка, но годятся для предметных экспериментов. Тем более, что в Петрово-Дальневской школе для этого теперь все есть. Компьютер быстро рисует график колебания температур, записанных с портативного регистратора. Не кабинет химии, а целая цифровая лаборатория. Появилась она здесь в рамках проекта «Точки роста», который признан дать новые возможности для обучения в сельских школах. У нас уже открыты четыре точки роста на базе четырех сельских школ. Сегодня у нас открываем одну из двух точек, которые будут открыты в этом году и начнут функционировать. Но действительно, это такой замечательный проект в рамках проекта «Современная школа», в рамках национального проекта образования. Если мы говорим о центре, центральной части городского округа, то рядом могут располагаться какие-то учреждения доп. образования. У нас, например, есть это кванториум. То добраться, например, из Петрово-Дальневской школы в центр города не всегда, скажем так, быстро. И есть для этого определенные условия. Поэтому сельские школы становятся центром притяжения. Оксана Николаевна, преподаватель химии и ее коллеги по лаборатории уже прошли дополнительные курсы повышения квалификации по проектной деятельности и предметным направлениям. Здесь и в соседнем кабинете физики будет отрабатывать учебные материалы «Тысячная армия учеников Петрово-Дальневской школы» на уроках и после них. Физика, химия, биология, биология с пятого класса, физика седьмого, соответственно, химия будет с восьмого класса. Это в рамках учебных предметов. А во внеурочной деятельности мы будем реализовывать вообще начинать даже с малышей, потому что им очень интересно. Точно такая же точка роста естественно-научной направленности сегодня официально открылась в Ангеловской школе. Из средств муниципального бюджета на ремонт помещений и частичную закупку оборудования было выделено 2 миллиона рублей. Еще 3 миллиона с лишним учебные заведения получили на оснащение и средств федеральной казны. Красногорск уже подал заявку на участие еще трех оставшихся вне проекта сельских школ Николой Рюпинской «Мозаики и вершины». Красногорск